Слово Следующая сцена происходит у Галилейского озера, у моря Галилейского. Симон Петр говорит, иду ловить рыбу. Разные проповедники объясняют эти слова по-разному. По-английски есть такое выражение, которое можно перевести как «выходной водителя автобуса». Что же это такое? Что делает? Как водитель автобуса проводит отпуск? Уж, наверное, он не хочет снова сесть на автобус и на автобусе ехать к морю. В отпуске человек не хочет заниматься тем, чем занимается каждый день по работе. Он не поедет на автобусе. Вот, допустим, человек работает в кинотеатре, и у него выходной. Чем он будет заниматься? Вряд ли он в кино пойдет. Если говорить кто-то «пойду на рыбалку», ну это здорово. Обычно ведь мы на рыбалку идем, когда в выходной день, когда хочется отдохнуть. Все, пойду рыбу половлю. А что, если ты и так профессиональный рыбалок? Понятно, что Петр не говорит в третьем стихе «ну пойду порыбачу, отдохну, оторвусь немножко». Возможно, он говорит «возвращаюсь на работу». Но ведь Иисус им уже в 20 главе сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Он уже объяснил им, в чем их новое дело. Я не знаю, как интерпретировать слова Петра. Может быть, он хочет сказать «да, я, конечно, буду проповедовать, но сначала подзаработаю немножко денег». Или он говорит нечто куда более тяжелое. «Все, я не буду проповедовать, я возвращаюсь к рыбалке». Всю ночь ловили рыбу, и наутро, когда начало светать, заметили кого-то на берегу. Этот незнакомец задает вопрос, который рыбаки слышат постоянно, но на который не всегда хочется отвечать. Что-нибудь поймали? Да вот понимаете, какое дело? Ничего не поймали. Смотрите, какие мастер-классы устраивал для них Иисус прямо там, на Галилейском озере, на Галилейском море. На том самом озере, которое они считали своим, в котором они считали себя специалистом. Чему он, галилейский плотник, может научить их на Галилейском озере? Всегда возникает искушение, всегда есть искушение предположить, ошибочно предположить, что какой-то аспект нашей жизни нам известен и понятен больше, чем самому Христу. Мы в нем разбираемся лучше. Нам хочется сказать, Господи, давай я с этим сам разберусь. А когда мы говорим ему фактически, Господи, ты знаешь, я в этом разбираюсь лучше тебя. Иисус говорит им, то есть у вас ничего нет, вы ничего не поймали, правда? Нет, нет у нас пищи, ничего не поймали. А Он тут ему говорит, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Мы с вами отлично понимаем, что происходит, когда мы слушаемся Христа. Тогда Иоанн, а написано, он сам о себе говорит, просто ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Я не знаю, зачем Петр, бросаясь в воду, прыгая в воду, подвязался, опоясался одеждой. Обычно, все-таки, люди, бросаясь в воду, снимают себе одежду. Может быть, ему стало стыдно, может быть, он захотел как-то себя прикрыть. Но он опоясывается одеждой, бросается в воду и устремляется к берегу, плывет к берегу. И вот они добираются до берега, они выходят на берег и смотрят, а там уже завтрак готов. Что на завтрак? Рыба. Откуда рыба? Представления не имею, но добыл рыбу без их помощи. Был я когда-то пастором небольшой церкви на побережье штата Северная Каролина. Напротив церкви, если перейти через улицу, стояли дома. Такая стояла группа, несколько домов вместе построенных, рядом построенных. И мы с одним старейшиной из нашей церкви часто ходили туда, в эти дома, просто стучались в двери людям. И вот через несколько месяцев один человек пришел в нашу церковь и попросил, чтобы ему преподали крещение. Я его спросил, а где вы живете? Да вот там, напротив церкви, в одном из тех домов. Я говорю, а, да, надо же, а кто из нашей церкви у вас был? Кто к вам приходил? Да никто ко мне не пришел. А как вы стали христианином, спрашиваю я. Я, говорит, он наблюдал, как я присутствовал при том моменте, когда у нас с женой рождался наш первый, появлялся на свет наш первый ребенок. Я присутствовал при рождении нашего первого ребенка. Он говорит, когда я увидел это чудо, я осознал, что без Бога такого быть не могло бы. Я купил Библию, я прочитал Новый Завет, и я уверовал. Господь ни через кого Ему не засвидетельствовал. Да, Господу почему-то угодно через нас приводить к себе людей. Ему угодно сделать нас ловцами человеков. Но Он не обязательно так поступает, Он может и без нас. Так вот, в 9-10 стихах Иисус призывает их положить на огонь и рыбу, которую они поймали, и вместе с рыбой, о которой позаботился Иисус. Но, по большому счету, если бы не забота Иисуса Христа, если бы не Его позволение, если бы не Его участие, то не было бы у них вообще никакой рыбы. Помните, на закате дня, как описывается это в Евангелии от Иоанна, первая глава, Иоанн и Андрей идут за Иисусом домой. И они Его спрашивают в Евангелии от Иоанна 1, 38, «Господи, где живешь?» «Идите и посмотрите», — говорит Он в 39-м стихе. А теперь перед нами начало дня, начало нового дня, даже начало новой эры, после воскресения Иисуса Христа. И вот на восходе нового дня Иисус говорит им, «Идите и примите эту пищу». Иоанн замечает, никто из нас не спрашивал Его, кто Он такой, потому что мы знали, что это Господь. В самом конце Евангелия от Иоанна мы видим очень такое личное замечание апостола. Мы читаем о том, как Иисус беседует с Петром. Помните, там ведь была такая маленькая-маленькая проблемка, и он ведь отрёкся. Теперь нужно разобраться со всем этим. Когда Пётр обещал верность Иисусу при любых обстоятельствах, он по большому счёту превозносил себя над другими учениками. В этом мы читаем в остальных Евангелиях. Матфе 26, 33, here's what Peter says. Евангелие от Матфея, 26 глава, 33 стих, вот что говорит Пётр. «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнятся». Что же он имеет в виду? «Вот эти все соблазнятся и отпадут, и подведут тебя, а я не подведу». Превозносит он себя над другими учениками. То есть, в общем-то, он ему говорит следующее, Иисус говорит следующее, «Я люблю тебя больше, чем они». «Я вернее их». И поэтому, Иоанна 21, 15. И даже они обедали. Иисус говорит Симону Петру. Причем он будет называть его не Петром здесь, а старым именем, тем именем, которое он получил еще от родителей, не тем именем, которое нам дано для служения. Симон Иоанин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». А Иисус говорит ему, «Посягнцев моих». Иисус трижды задает ему один и тот же вопрос. «А сколько раз Петр отрекся от Господа?» Так что на каждое отречение по одной возможности исповедаться, исповедовать Христа. Кому-то может показаться, «Ну вот, это так унизительно». Нет, это прекрасно. Потому что, говоря Петру, «Паси агнцев моих», «Заботься об овцах моих». Что он тем самым ему говорит? Да, ты меня подвел. Да, ты пролетел. Но ты имеешь право продолжать служение. И более того, я прошу тебя, я призываю тебя служить. «Заботься о моей церкви». В 18 стихе Иисус пророчествует о смерти Петра. О том, что его поведут туда, куда он не хочет. О том, что его припаяшут, так как он не хочет. О том, что растянут ему руки, и он пойдет на смерть так, как он не хотел бы этого. Но потом он повторяет те же слова, которые говорил уже раньше. «Иди за мной». Обратите внимание на то, как рядом стоят эти два утверждения. Тебя казнят, тебя жестоко казнят за то, что ты идешь за мной. Следуй за мной. То, что тебя казнят, не может стать основанием, чтобы ты не шел за мной. Потому что все равно тебе умирать в любом случае. Не то, чтобы, не следуя за Господом, ты избегнешь смерти. Нет. Кто из вас был с нами в январе, когда у нас была первая часть наших занятий? Я на 99% убежден, что я вам это уже говорил. И все же повторюсь. В январе 1956 года в Эквадоре погиб величайший миссионер, величайший американец. И человек, который очень много сделал для миссионерского служения. Его звали его Джим Элиот. Он погиб среди индейского племени, за которое молился на протяжении 7 лет. Когда он был студентом в Уитон в 1949, он написал в своем дневнике, что он не может держать. Еще в 1949 году, будучи студентом Уитонского колледжа, он написал в своем дневнике эти известные слова. Совсем не глуп тот, кто отдает то, чего ему не удержать, ради того, чтобы приобрести то, что не потерять. Он говорил о своей жизни. Джим Элиот встретил свою смерть на берегу реки в Эквадоре. Джим Элиот родился почти в тот же день, скажем так, в том же месяце, на котором родился мой отец. Я верю, что мой отец сейчас в небесах. Но, насколько я знаю, отец мой ни разу не рисковал жизнью ради Евангелия. А Джим Элиот рисковал ради Евангелия. Вот и умер он на 38 лет раньше моего отца. Я не сомневаюсь, что последние 30 секунд жизни Джима Элиот были страшным моментом. Но умирал он всего 30 секунд. Смерть пришла к нему быстро. After 30 секунд, и все, все кончено. Отец мой медленно и мучительно умирал на протяжении 4 лет. Потому что умер он от рака кости. Умер он в мучениях, в агонии. Поэтому не обольщайтесь, пожалуйста. Не думайте, будто человек, который ничем не рискует, не рискует своей жизнью ради Евангелия, он будет жить долго и умрет легко, или он вообще избежит страданий и смерти. Всякому человеку суждено умереть. Вопрос лишь в том, умрем ли мы, исполняя собственную волю или волю Божию. Мы умрем, пытаясь удержать, сохранить собственную жизнь или засвидетельствовать о жизни другим. В 18 стихе Иисус говорит Петру, «Тебя казнят, и это будет тяжело». Но в 19 стихе он продолжает, «Иди за мной, ты следуй за мной». И дальше Иоанн снова говорит о себе, не называя себя по имени. «Последний раз, при всей комичности этого момента, Петр вдруг становится тем старым прежним Петром». А Петр смотрит, там Иоанн, и Петр говорит, «А он-то что?». То есть, «Меня убьют, все понятно, а с ним-то что будет?». На что Иисус ему отвечает, «Так это не твое дело. Тебе-то что до этого?». Если даже я захочу, чтобы он был жив до моего второго пришествия, «Тебе-то какое до этого дело? Ты следуй за мной». И в 24 стихе он говорит, «Все ученик свидетельствует о сём, и написал сие». Фактически он говорит, «Вот этот ученик, о котором говорил Иисус, это и есть я. Потому что я всё это для вас написал. И то, что я написал, истина». В начале своего Евангелия, Иоанн говорит о слове, «логос». Едином слове. В конце же Евангелия, Иоанн говорит о всех словах, о всех книгах. «So great is the being of the Word. So great is the ministry of the Word. So great are the implications of the Logos, who he is and what he's done, that if we told you everything, all the books in the world would not be sufficient to contain our report. «Слово Божье, слово столь велико, сущность его столь величественна, служение его столь многогранно, дела его столь благодатны и велики, что если бы мы захотели рассказать всё о служении слова, то и весь мир не смог бы вместить этих книг». «Так и завершается Евангелие от Иоанна, на этом завершается и наш курс». Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok